Доброго времени суток, мои дорогие подписчики! Как выгодно взять кредит в 2021 году? Правительство продлило госпрограмму льготной ипотеки, ставка по ней составляет 6,5%. Эксперты по недвижимости разбираются, как это повлияет на рынок и какие есть риски. 27 октября правительство продлило госпрограмму льготной ипотеки, начатую в мае 2020 года. К этому времени банки выдали льготных жилищных кредитов на сумму 670 миллиардов рублей. В программе, впрочем, есть несколько требований. Купить можно только квартиру в новостройке. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области сумма ипотеки ограничена 12 миллионов рублей, для остальных регионов – 6 миллионов. С появлением льготы начали расти цены на недвижимость. Из-за этого некоторые отраслевые аналитики и замминистра финансов Алексей Моисеев не исключили возникновение пузыря. Ипотеку массово берут те, кто не в состоянии ее оплачивать. Выгодно ли покупать квартиру по льготной ипотеке, что ждет цены на жилье в будущем и действительно ли существует вероятность появления жилищного пузыря, спросили у представителей отрасли. Основные вопросы. Насколько выросли спрос и стоимость жилья? Снизится ли спрос и цены после продления льгот? Выгодно ли брать льготную ипотеку? Как субсидии на ипотеку отразятся на экономике и может ли надуться ипотечный пузырь? Насколько выросли спрос и стоимость жилья? Ипотеку с господержкой начали выдавать в мае 2020 года, примерно в одно время со снятием коронавирусных ограничений. Открылись офисы продаж, заработали нотариусы, банки и МФЦ, и число сделок со временем выросло. В апреле-майе физлицеа подписывали около 2500 договоров по Москве, к августу – более 5000 договоров, говорит председатель совета директоров Best Новострой Ирина Доброхотова. Доля ипотеки в сделках превысила 60%. Похожее значение для Москвы приводит Сергей Ковров из агентства НДВ супермаркет «Недвижимость». Но из-за высокого спроса доступных квартир все меньше. И цены, по данным BNMAP PRO, растут следом. В январе 2020 года средняя цена 1 квадратный метр в новостройке комфорт-класса в Москве составляла 176 тысяч рублей, к концу сентября цена выросла до 185 тысяч 500 рублей. За это же время цена 1 квадратный метр в квартирах эконом-класса выросла со 123 тысяч до 135 тысяч рублей. Жилье после запуска программы льготной ипотеки стало дорожать, причем быстрее, чем в 2019 году. Квартиры на первичном рынке подорожали на 12-14% относительно уровня апреля 2020 года. Это характерно для подавляющего большинства региональных рынков. В среднем по крупнейшим городам России цены на вторичном рынке прибавили 5% по сравнению с апрелем 2020. Средний рост по рынку Москвы мы отмечаем на уровне 9,8% с начала года. Примерно половину роста обеспечили результаты второго и третьего кварталов, когда и начала действовать программа ипотеки с господержкой. А также снят ряд ограничений. Опрошенные аналитики выделяют еще несколько событий, которые повлияли на цены. Нестабильная экономическая ситуация из-за пандемии и ослабления рубля. Снижение ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой ЦБ. Новых проектов на котловане стало меньше. Меньше дешевых лотов, выше средняя цена, поясняет Алексей Попов. Строительная инфляция, особенно для объектов бизнес-класса, где чаще проводят операции с валютами. Отложенный спрос из-за весенних ограничений. Вырос спрос на инвестиции в недвижимость из-за снижения ставок по депозитам и введения налога на вклады свыше 1 млн. рублей с 2021 года. Снизится ли спрос и цены после продления льгот? Эксперты приходят к выводу, что в целом спрос на жилье сохранится и цены продолжат расти. Квартиры в новостройках продают быстрее, чем появляются новые предложения. Заканчиваются доступные квартиры. Предложение новостроек комфорт и бизнес-класса сократилось почти на 30% за год, приводит статистику Ирина Доброхотова. Стартовые цены в новых ЖК выше, чем в 2019 году. Тем не менее, в перспективе нескольких месяцев спрос может сократиться на 5-7%, подчеркивает Валерий Кочетков, замдиректора департамента новостроек инком недвижимость, покупатели поймут, что им некуда торопиться. С ним согласен Дмитрий Алексеев, руководитель направления новостроек авито-недвижимости. Интерес покупателей к ипотеке с господержкой сохранится, а доля сделок с применением программы будет расти в общей структуре ипотечных сделок. По нашим проектам бизнес-класса сегодня 50% ипотечных сделок приходится именно на льготную программу. В пиковые периоды, в сентябре, этот показатель достигал 70%. Вероятно, что отложенный спрос, который формировался с весны 2020 года, вскоре будет удовлетворен, и динамика роста цен несколько замедлится. В то же время, объем предложения на рынке новостроек сейчас сравнительно невысок, так что резкого обвала интереса со стороны покупателей мы тоже не ожидаем. В перспективе же нескольких лет наоборот. Спрос на жилье в перспективе нескольких лет останется высоким, учитывая, что в России сохраняется низкая обеспеченность собственным жильем, а у более 30% жителей страны нет возможности хоть как-то, даже с учетом льготной ипотеки, улучшить свои жилищные условия, так как нового жилья в их городах просто нет. Выгодно ли брать льготную ипотеку? Сейчас может быть удачное время для покупки нового жилья, используя льготы, считают опрошенные аналитики. Пока ставка находится на исторически низком уровне, и в будущем ожидается лишь дальнейший рост цен. Но из-за увеличения стоимости квартиры увеличился и размер первоначального взноса 10-15%. Это делает льготные предложения менее привлекательными, но не в проектах комфорт и бизнес-класса, думает коммерческий директор Capital Group Петр Исаев. Там лимит в 12 миллионах рублей чаще всего соответствует потребностям клиента. Несмотря на то, что ставки по ипотеке вне газпрограмм в 2020-м также активно снижались, газпрограмма под 6,5% остается одной из самых выгодных для широкого круга заемщиков. Вместе с тем, в условиях активного роста цен на новостройки, выгода от получения кредита по низкой ставке несколько снижается, так как требуется больше средств для приобретения жилья. Помимо льготной ипотеки есть и альтернативные предложения от самих банков, построенные с учетом низкой ключевой ставки, например, без первоначального взноса. Возможно, они будут выгоднее для покупателей. Некоторые банки также разрабатывают свои спецэ-программы с отдельными ЖК, в которых могут выдавать ипотеку, например, под 3,1% на весь срок кредитования или под 5%, приводит пример Ирина Доброхотова, председатель Совета директоров Бест-Новострой. Наиболее низкие ставки вовсе действуют для семей с двумя и более детьми. К тому же льготная ипотека не работает для покупки жилья на вторичном рынке. На рынке ипотечных продуктов есть предложения и по более низким ставкам. К примеру, дальневосточная ипотека или сельская ипотека обсуждается и распространение дальневосточных условий на арктическую зону РФ, там кредит можно взять под 2% годовых. Но эти программы ограничены территориально, в случае сельской ипотеки еще и лимитами по общему объему средств, выделенных на программу. Некоторые застройщики предлагают дополнительную выгоду при покупке квартир в их жилых ромы. В некоторых случаях можно снизить процентную ставку на первые несколько кварталов обслуживания кредита, на год или до введения дома в эксплуатацию. Дмитрий Алексеев из Авито недвижимости рекомендует подумать, зачем покупать квартиру. Если она рассматривается в качестве основного жилья, покупку откладывать явно не стоит. Как субсидии на ипотеку отразятся на экономике и может ли надуться ипотечный пузырь? Эксперты считают, что риск перегреть рынок жилья и ипотечных кредитов, если и есть, то минимальный. Покупатели проходят проверку высоким первоначальным взносом и хорошей кредитной историей. Ирина Доброхотова из компании Best Новострой указывает, в большинстве ипотечных программ первоначальный взнос составляет 15-20% от стоимости квартиры, но некоторые банки повышают его до 40%, например, одобряя ипотеку для ИП. Обычно ипотеку не одобряют, даже если у физлица просто открыта кредитная карта, добавляет Доброхотова. Опасная тенденция, по ее мнению, брать кредит и на первоначальный взнос. Более того, в ипотечные продукты зашиты риски невозврата, говорит Валерий Кочетков, представитель инком недвижимости. Это страховки от потери работы, на здоровье, и некоторые покупать обязательно. Ипотечные кредиты не превышают 10% ВВП, этого мало для кризиса, кроме того, их выплачивают раньше срока. Угроза и риски к появлению такого пузыря, конечно, существуют, но только в долгосрочной перспективе. В настоящий момент он по всем финансовым показателям, процент долга к ВВП, процент необеспеченных кредитов, слишком далек от критической массы. Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН, тоже уверен, что объем ипотечных облигаций в масштабе страны ничтожно мал. По его данным, сумма не превышает 10% ВВП, тогда как во многих странах сопоставима с ВВП. Сейчас угроза пузыря маловероятна. В США обвалу ипотечного рынка в 2007-2008 годах предшествовал высокий уровень просрочки по кредитным выплатам и соотношения ипотечных кредитов и ВВП, достигавшие 80%. В России последний показатель в 10 раз меньше, а доля просроченных платежей более 90 дней к концу 2020 года не превысит 2%, по прогнозам Национального рейтингового агентства. На ипотеку с господержкой уже выделено и зарезервировано около 740 миллиардов рублей. Правительство изначально оценило эти объемы, а затем программа ипотеки была продлена до 1 июля 2021 года. Значит в бюджете есть резервы для этих субсидий. Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев ожидает, что субсидированная ипотека положительно скажется и на покупателях, и на строительной отрасли, и на государственной экономике. Жители смогут приобрести квартиры выгоднее, чем в начале 2020 года. Льготная ипотека помогла застройщикам компенсировать падение спроса во время пандемии и нарастить продажи. А из-за сокращения предложения на рынке нужно активнее сдавать новые квартиры и ЖК. Для государства развитие строительной отрасли, реального сектора экономики, означает и большее количество рабочих мест, и рост налоговых отчислений, и развитие рынка кредитования. На последнее обращает внимание и Алексей Попов. По его словам, эффект от активного развития рынка недвижимости, загрузка мощностей в металлургии, в промышленности, в транспорте, превышает затраты на субсидирование ставки. Тезисно. Цены на квартиры выросли из-за высокого спроса и пандемии и продолжат расти, но уже не так быстро. Всем спасибо за просмотр. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь. До скорых встреч.